Итак, коллега, да, доброе утро всем, кто еще не знает, чем мы будем сегодня заниматься. Мы сегодня будем дегустировать апельсиновые соки. Соки, которые продаются в коробках, в обычных магазинах. В магазинах. Ты так коробками магазины называешь. Да, в коробках, в магазинах. Антон, у нас есть два критерия. Ты можешь сейчас генерировать третий. Или обсудим с тобой третий, который я тебе предложил. Сладость, во-первых. Конечно же, сок должен быть вкусненьким. Ну, вкусно, сладко, не вкусно. А второе, вот апельсиновость. Апельсинность или апельсиновость, да, насколько вообще то, что в стакане похоже на апельсин. Но это же апельсиновый сок или нектар. Это логично, это вполне логично. И витаминность или здоровость. Вот я не знаю, будет ли у тебя после глотка сока ощущение, что ты стал здоровее, крепче. Ну, знаешь, вот сок... Может быть, запиваемость еще? Нет, 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 не сегодня. Сок, он должен бодрить, мне кажется, немножко. Бодрость. Вот, то есть сразу он как-то раз и взбодрил тебя. Бодррррр, напишу. Хорошо, пусть будет так. Начнем, да? С бодрость, да. Начинай с первого экземпляра, Антон, прошу. Первый экземпляр. Ну, как он играет на солнце? Есть солнце вообще в такую рань в городе Красноярске? Итак, урожай, год Очень прекрасно Вот апельсиновость очень похожа Апельсиновость похожа Пятерочка? Пятерочка Пятерочка за апельсиновость Сладость, вот в меру Кислость здесь присутствует И сладость тоже, ну, в меру Насколько тебе вкусно его пить? Очень вкусно Четыре пока Пока четыре То есть 5 – это будет натуральный апельсиновый сок. Едем дальше. Номер 2. А, бодрость-то бодрость у тебя какая после первого? А, ну, давайте тоже 4 поставим. Четверочка. Отлично. Есть вообще разница? Да, это больше сладости здесь в номере 2. То есть сюда я ставлю? Нет, нет, не надо. В сладость ставьте 3, потому что слишком сладко. Апельсиновый должен чуть-чуть быть кислым. Апельсиновость меньше, потому что, ну, не похоже на апельсин пока. Брр, ну, брр, да. Такое же 4 оставляем. Есть. Такое же. Номер 3. Здесь вообще похоже на какой-то другой фрукт, как будто добавили. Ну, давай тогда что? Апельсиновость 3. 3. Апельсиновость 3. 3-3. Логично. Вкус. Сладость его, да? Ну, здесь 5. Да, здесь 5. 5. Вкусненько? Да. То есть ты любишь не апельсиновые соки, получается? Ну, правда. Апельсиновый сок со вкусом не апельсинового сока. Чему-то... Бодрость 4 тоже будет. Четверочка, пускай будет четверочка. Хорошо. Под номером 4 у нас... Я на самом деле, когда вот так смотрю на стакан, я смотрю на следы, оставляет ли он по кругу следы, потому что если не натуральные есть какие-то компоненты, они прям желтый круг оставляют по стакану. Краситель, да, думаешь, там? О-о-о! Да? Вот здесь вообще проблема. Проблема совсем. Проблема совсем, потому что апельсинового здесь тоже 3. 3. Так. Со сладостью тут вообще не пойми что. 3. Ну, давайте 4 поставим. Угу. Ну, по выражению лица здесь тоже должна быть... Бодрость 3. Троечка, да. Есть. Итак, последний экземпляр. Надеюсь, он тебе скрасит. Послевкусие после четвертого. И это... Не скрасил. Не скрасил. Дело в том, что вот последний и предпоследний, четвертый и пятый, они с ярко выраженным витаминным привкусом. То есть ты как будто бы добавляешь витаминку, аскорбинку какую-то, в воду, и подкрашиваешь, и добавляешь чуть апельсинового. Четыре-три-три-три. У тебя это сейчас будет все хорошо. Под номером 1 у нас скрывался сок сады Придонья Апельсиновый. Ого! Вау! Просто 1 рубль 75 копеек за литр, и это из всего списка единственный сок. Дальше пошли нектары. Поэтому, ну, высокие оценки получает, да? Самая высокая оценка под номером 1. Давай, экземпляр. Номер 2. Номер 2. Нектар Добрый. Ооо! 76 рублей 55 копеек за литр. Под номером 3 у нас скрывался нектар Фруктовый сад. Ничего себе! 49 рублей 90 копеек за литр. А первый был 90? Один, да. 49. Это было почти в два раза. Почти в паутик. Четвертая позиция. Моя семья. 69, 78. Он дороже предыдущего. Представляешь, а ты поставил невысокие оценки. Ну и, наконец, пятая позиция. Любимый. 44, 78. У нас в данном экземпляре представлен полулитровый пакет. 0,5. За 0,5. Вот так. Ну что, Антон, ты можешь... Спасибо большое за вывод. Ну, у тебя есть, может быть, возражения? Попробуй. А давай попробую первый пятый. Попробуй вот этот и попробуй вот этот. Вот я попробую первый пятый. Начну с пятого. Ну давай, быстренько, быстренько. Нам пора двигаться дальше. Ну, однозначно, это ближе к апельсиновому соку. Да. Вот поэтому он и побеждает. Спасибо большое, дорогие друзья, за то, что были вместе с нами во время этого эксперимента. И будьте с нами во время следующего сюжета, потому что речь в нем пойдет о пуховиках и вообще в зимней одежде в целом. Потому что вот сейчас уже очень много снега и дальше будет только холоднее. Очень своевременная история.